Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. О раздельном сборе отходов и не только. Сегодня мы поговорим с членом общественной палаты Одинцовского городского округа Екатериной Иванчиковой. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Я так понимаю, что эта контейнерная площадка в нашем округе юбилейная, 25-я, и появилась она во многом благодаря вам. Расскажите, пожалуйста, как удалось установить такую красивую контейнерную площадку для раздельного сбора мусора в Голицыно? Я участвую в губернаторской премии, премии губернатора нашей Подмосковья. Участвую я уже практически все время с начала ее. Выиграла я пять премий. Первые премии были небольшие. В прошлом году премия получилась очень такая приличная. И когда я ее получила, мне вручал диплом Иванов Андрей Робертович. Я ему сказала, вы знаете, у нас очень плохо с раздельным сбором отходов. Я говорю, надо этот вопрос решать. Говорю, вы мне поможете? И он сказал, да, я помогу. И он действительно сдержал свое слово. Я обратилась в нашу администрацию. Наши администрации согласовали мне установку площадки. Я заплатила все деньги из своей премии для того, чтобы установить вот эту площадку. Надо сказать, что мы до этого уже больше двух лет проводили здесь же возле библиотеки рядышком сборы вторсырья ежемесячной. То есть каждую вторую субботу мы принимали вторсырье. И люди у нас постепенно привыкали. Приезжали, приходили не только наши жители. Приезжали из городка 17, из Краснознаменска, из Звенигорода, с Часов. Очень многие приезжали. Некоторые смотрели, хотели у себя тоже делать акции. Не каждый это потянет. Я тоже не сразу к этому пришла. Но теперь я вот решила, что нужно это развивать, нужно продолжать. Последнее время вторсырья становилось все больше и больше и больше и больше. И я проводила целый день, принимая это вторсырье. Начиная с сентября прошлого года в этом мне помогали юнаты клуба юных натуралистов ЛЕС. Моего клуба, где я руковожу детками. Детки старшей группы третьего класса нашей второй школы. Они мне помогали все рассортировать, сносить по мешкам. И вечером все это мы вывозили. И, конечно, люди очень просили, когда нужно это дело увеличить, нужно это дело продолжать. Потому что действительно очень много отходов у нас уходит на полигоны. И все люди начали это понимать потихонечку. Во время наших акций мы не просто принимали отходы, мы проводили разъяснительные беседы. Куда девается все это вторсырье, если оно попадает на полигон. То есть мы понимаем, что стекло разлагается 900 лет. А ведь на самом деле это такое вторсырье, которое можно перерабатывать бесконечно. Его плавишь, делаешь новую бутылочку, потом снова плавишь, снова делаешь новую бутылочку. Совершенно бесконечно. Бутылки, твердый пластик, мягкий пластик. Все разлагается очень медленно, 200-300 лет. Надо понимать, что пластик разлагается, он даже не разлагается, он распадается. И оставляет после себя серьезный след в нашей экологии. Он попадает в воду. Сейчас уже известны исследования ученых, когда даже в морской воде, возле Антарктиды, находят следы пластика прямо в воде. Это очень серьезно. Поэтому да, это капля в море наша, то, что сейчас происходит. Но это наш шаг к будущему, к нашему хорошему будущему. Корочка по зернышку клюет, как говорится. Катерина, а не было желание вот эту премию потратить на какие-то свои личные интересы, а не на общее дело? Вы знаете, я эту премию никогда не рассматривала как собственные деньги. Вот вообще никогда. Мне кажется, премию дают за хорошее дело, на хорошее дело, на продолжение хорошего дела. Как-то я даже не рассматривала это по-другому. У вас здесь прям такой совсем настоящий раздельный сбор. Да, Московская область, в принципе, пришла на раздельный сбор отходов. Но там пока упрощенная схема, чтобы люди привыкли. Вот здесь у вас все достаточно сложно. Расскажите, пожалуйста, как люди к этому отнеслись? Не путаются, не пугаются того, что непросто все? Ну, разные люди, конечно, относятся по-разному. Когда мы принимали отходы там, мы рассказывали, что и как, и зачем, почему. В библиотеке мы периодически проводим экологические мероприятия, на которых мы рассказываем, как это все перерабатывается. Мы показываем видеофильмы детям и взрослым, зачем это вообще нужно, как это все происходит. В принципе, на самом деле ничего здесь сложного нет. Если вы каждый просто посмотрите свое мусорное ведро, которое он складывает каждый день в свой мусор, и просто представить, что с этим мусором будет дальше, вот надо просто нарисовать у себя в голове маленькую простую линию. Вы выкинули это в мусорку, приехал мусоровоз, перевез это на полигон, и это все лежит, разлагается. Разлагается на что? Пищевые остатки. Пищевые разложились, а все остальное лежит. Простите меня, это все даже не гниет, оно портит нашу с вами экологию, портит нашу землю, нашу воду, все остальное. Поэтому дома совершенно не обязательно иметь вот такое количество вот таких ящиков. Дома можно иметь всего дополнительно один пакетик. Сейчас вот поставили ящики, и можно выкидывать, приносить сюда вторсырье хоть каждый день. То есть насобирал пакетик небольшой, стекло сюда, старый текстиль сюда, PET-бутылки сюда, твердый пластик туда, мягкий пластик туда. То есть все очень-очень спокойно, ничего сложного нет. Я сейчас встретилась с тем, что у нас есть молодежь, которая не знает некоторых слов. Например, не знать, что такое PET-бутылки. То есть есть к чему стремиться, есть с кем работать. То есть мы работаем с детьми, мы работаем со взрослыми, то есть с их родителями. С чем легче, со взрослыми или с детьми? С детьми. Дети ухватывают. Да, дети открыты, дети хватают все очень быстренько, замечательно. Но вот молодежь, она где-то теряется, она где-то между. Поэтому она не попадает ни на наши мероприятия, никуда. Поэтому вот они, проходя, вот я тут встретилась с таким, проходит девочка лет 16, и говорит, а что такое PET-бутылки? Ну вот не знает человек, что такое PET-бутылки, хотя каждый день она наверняка пьет водичку из PET-бутылки. В принципе, ничего сложного нет, все можно. Кроме того, начинала я сбор вторсырья с установки ящика для макулатуры. Это самое простое, наверное, бумага. Да, это было самое простое. Мы начинали сначала с акции от общественной палаты Московской области. Сдаем макулатуру «Спаси дерево». Сначала мы собирали у себя по чуть-чуть, сдавали. Потом я решила поставить ящик на постоянку, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть в любое время дня и ночи сюда шла бумага. Все деньги со сдачей бумаги мы отправляли на благотворительные цели. На лечение мальчика. Он живет у нас в соседнем доме, мы его все здесь знаем. Каждый человек у нас уже все этого мальчика знает. Двойная польза получилась. Да, да, да. И, соответственно, сейчас, когда мы сделали более длинную такую линию по сбору вторсырья, мы этот вопрос не упустили. Мы собирали также крышечки в пользу этого мальчика. И мы, когда я закупила всю эту линию, мы подписали в договоре, что мальчику будут перечисляться ежемесячно средства от этого человека, вот от Артема, средства будут перечисляться этому мальчику, прям вот как положено. А крышечки, которые сюда сдаются, также будут отправляться в акцию «Добрые крышечки», которая находится в Тольской области. То есть у нас выгода очень большая. Нужно понимать, что, конечно, каждый человек волен сам решать, что он будет делать. Конечно, самое важное, что здесь нам важно не допустить, чтобы у нас это дело не сгорело, не прогорело и не сломалось. Это то, чтобы каждый человек, который приносит вторсырья, приносил его чистым. Да, это некоторые хлопоты. Не все люди готовы помыть после себя банку из-под сметаны. Баночку из-под сметаны, из-под йогурта. Если мы сюда положим, то все вокруг начнет у нас загрязняться этим. И мы понимаем, что даже если оно здесь пролежит 2-3 дня до наполнения, появится запах и будет мусорка настоящая. Тогда будут действительно проблемы, будут жалобы. Нам этого не надо. Наша цель немножко другая. Поэтому я призываю, если вы не готовы к этому, если вы не готовы немножко вложить и немножечко помыть ваши отходы, не надо, не надо сюда приносить. Соберитесь с духом. Придет ваше время. И вы обязательно к нам присоединитесь. Я верю, что вы к этому придете. Екатерина, почему многие относятся еще скептически к раздельному сбору мусора? Потому что уверены, вот я сейчас разделю, я сейчас буду хлопотать, а потом это все в одну машину погрузит и на свалку свезут. Вот этот мусор куда отправляется? Это вторсырье. У нас отправляется ни в коем случае, ни на какую, ни на единую свалку. Забирает у нас компания «Спектр профи». Они забирают. У них часть происходит сразу, переходит сразу на переработку. Они перерабатывают сами крышечки, часть пластика. Они сдают также металл, часть отдают стекло. То есть они на этом немножечко, да, зарабатывают. А мы на этом зарабатываем чистый свежий воздух. Тут надо вот немножечко понимать. А за вывоз вот этих отходов вам нужно платить деньги? То есть это вывоз бесплатный? Вывоз бесплатный, да. Я надеюсь, что придет время, и мы, наше государство вообще придет к тому, что вторсырье, которое необходимо отправить на переработку, это наши деньги, это наши финансы. Поэтому на этом можно зарабатывать. Поэтому с нас за вывоз этого мусора, так сказать, этого вторсырья, брать деньги не будут. То есть мы должны перейти к тому, что из 100% отходов мы будем сдавать в мусор именно вот какие-то 10-5%. Это действительно можно, к этому нужно стремиться. Но для этого нужны, конечно, большие государственные шаги еще. Ну и я так понимаю, что сами жители могут сэкономить таким образом на вывозе мусора. То есть объемы уменьшаются? Да. Если правильно все сделать, то, в принципе, конечно, жители могут экономить. У нас есть ТСЖ, дом один, в котором руководит ТСЖ. Они заключили договор с региональным оператором напрямую, да, по факту вывоза мусора. То есть не по квадратным метрам, как во всех домах, а по количеству отходов. Сколько они сдали, столько и заплатили. И при этом они поставили внизу, под своими подъездами, дополнительные ящики. В эти ящики они складывают все, что можно сдать на вторсырье. Пэт-бутылки, стеклянные бутылки, но такое легкое, самое легкое. И они стали все это приносить на наши акции. Теперь они будут приносить все это сюда. Вот. И, соответственно, это вторсырье у них не пошло на то, чтобы за это платить. Вывозить не надо, да. И они стали платить буквально в два, в три раза меньше за квадратный метр, чем остальные жители. Я надеюсь, что мы к этому все придем. Наше законодательство позволяет заключать договора по фактическому вывозу и в частном секторе. Надо к этому стремиться, двигаться. Потому что если мы к этому не придем, у нас ничего не получится. Надо просто понимать, что за последние 30-40 лет количество отходов вообще жизнедеятельности человека увеличилось не просто в разы, в десятки раз. С тем, что у нас появилось много пластика, много полиэтилена. Это все лежит на полигонах в неизмеримом количестве. Сейчас находятся в океане уже три мусорных острова. В Тихом океане, в Атлантическом океане. Эти мусорные острова, они такие огромные, их даже невозможно посмотреть, какие они в глубину. Потому что в море, это находится все в море. Но мы представляем себе, если мусор находится в море, то значит он попадает. Рыбка его кушает, черепашка его кушает. Птицы. Все животные очень сильно от этого страдают. Если пластик попадает в питьевую воду к рыбам или в питьевую воду к человеку, то это грозит разными заболеваниями. Это очень серьезная вещь. Поэтому наша цель у человечества должна быть снижать количество пластиковой упаковки. Можно использовать спокойную макулатуру. Мы же раньше в Советском Союзе приходим в магазин, там лежит бумага. Мы берем кофточку, запакуем ее в бумагу. Она же приятнее, когда шуршит. Красиво, шуршит. Все замечательно. Вся вода была, все напитки были в стекле. И сдать можно было. И сдать можно было, да. Это было замечательно. Сейчас, к сожалению, вот это развитие пластика, развитие пластиковой упаковки, конечно, очень серьезно. Ну и макулатура, конечно, сейчас тоже некоторые упаковки настолько серьезные, когда приходит одна какая-нибудь маленькая штучка вот в такой коробке, и там еще вот тут вот лежит пенопласт, вот тут лежит бумажки, вот тут лежит оберта. Далеко не надо ходить за примером. Заказывала вот такой вот тональный крем. Вот он действительно, вот такая вот упаковочка, вот такая вот коробка. И вся эта коробочка, конечно, полиэтиленом обработана. Да, и там и полиэтилен, и пластик, и пенопласт, и коробка, и все. Ну зачем столько? Нужно переходить к более бережному отношению. Вот. Нужно думать о нашей планете. Если мы не задумаемся, что будут делать наши дети через 20, через 30 лет, у них не будет чистой питьевой воды. Сейчас уже, вот вы вспомните, мы же даже вот жили, когда мы были маленькие, у нас была чистая вода с под краном, и все пили чистую воду. Мы никогда не думали, что воду питьевую можно покупать. Сейчас это повсеместно и везде. Да, это шутками шутки, когда мы придем к тому, что у нас воздух надо будет покупать, это же все-все взаимосвязано. Природу нужно беречь. И мы начали. Пусть наш шаг маленький, но мы начали. Я надеюсь, да, что 25-е, и дай бог, не последнее, что в геометрической прогрессии, может быть, это все будет увеличиваться. Екатерина, откуда у вас такая любовь к экологии? Любовь к экологии мне заложили в детстве. Я, когда мы были маленькие, я была маленькая, у меня отец был шахтером, и мы переезжали из одного города в другой, не только военные переезжают, бывает это и по-другому. И мы однажды переехали в город Донецк, Ростовская область. И я уже была в седьмом классе, то есть я уже была в достаточно сознательном возрасте. И я пришла на станцию юных натуралистов. Я до сих пор ее с огромной любовью вспоминаю эту станцию. Я проводила там все свое свободное время. У нас там была отдельная комната с животными и птичками, за которыми мы ухаживали. Мы по очереди за ними убирались, кормили их. У нас было несколько комнат для занятий. В летом мы ходили в походы, в разные научные экспедиции. Было очень интересно. И мне вот заложили эту любовь к природе. Я еще в детстве, я писала статьи о том, что нельзя убирать листья на улицах городов, потому что это очень опасно. Это в принципе вредит, конечно, экологии, потому что листья – это отличный природный материал, содержащий множество витаминов для почвы. И нужно, чтобы он, конечно, просто разложился и все. Надо просто правильно к этому подойти. Давайте ответственнее относиться к окружающей нас среде. И за это нам обязательно скажут спасибо наши дети и внуки. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.